Вы в большинстве ключей союзов не знаете меня? Да правильно, они же на мной снесались. Эти докональские стишки никому не нужны. Правильно, Ахматова. Что-то фамилия слабомая. Какая странная фамилия. Ну почему же странная? Это всегда не Мангалеренко. В то время я просил на земле, Не дали ними прикрещение, Сладчайший бегом морским и слухом. Торди, вознаваясь в мою радость, Что праздник лучше было не двенадцать, А стойкость только молоденького. Я родилась в Вадикосе Чарли Чарлина, Кресина злата толстого и пелевой башни. Но это летом Париж праздновал Столетие падения пастилы. Тысяча восемьсот восемьдесят девятый год. Бухты изрезали низкий берег, Все паруса убежали в море, А я сушила соленую косу За версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, Ко мне прилетала белая чайка, А я была дерзкой, злой и веселой, И вовсе не знала, что это счастье. Париж праздновал Широк вышел он, И чайный свет, Нежная песня в ладах, Влада, Не я раздав, На мандрит, На святых лицах, Не я рада, Не я раздав, На мандрит, На святых лицах, На святых лицах, На святых лицах, На святых лицах, И вовсе не знал, что это счастье. Прости, что я ждала скорбя, На солнце дала, на спадах. Прости, прости, что за тебя Я слишком уходных пыли упала. Прости, прости, что за тебя Я слишком уходных пыли упала. А ночью муж, друг, учитель Вдресат многих Ахматовских стихов Но пишет нелепость арендов Гумилёвых трёх стихов. А ночью в небе древнем и высоком Я вижу записи судеб своих и веду Что обо мне далёко Звучит Ахматовый смиренный стих. Драгически, на более короткое встречу Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 ДИНАМИ ТО嗯 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok по-другому возврата к прежней манере быть не может, что лучше, что хуже, судить не мне. Прошлое давно пути закрыто. И на что мне прошлое теперь? Что там, окравленные плиты или замурованная дверь? Или эхо, что еще не может замолчать? Хотя я так прошу, с этим эхом приключилось то же, что из тем, что в сердце я нашел. Как давно все это было? И первый день войны, и день победы, и 14 августа 1946 года. Амна Ахматова является типичной представительницей чуждой для нашего народа безидейной поэзии. Это поэзия, писающаяся о монахике и лыбнице. А вернее, и монахике, и лыбнице одновременно. Ее поэзия пропитана духом пессимизма, страха, смерти и мистики. Ее поэзия несет общий вред для дела воспитания наших детей. Предлагаю. Прекратить доступ к журналам и произведениям Анны Ахматовой. Исключить Ахматову из союза писателей. Анна Ахматова, как вы относитесь к постановлению 1946 года? Ну вот и конец. Разве могли знать все эти люди, что в это время в лагере был заложен в Люссию? Не упало камерное слово на мою еще живую груз. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много денег. Надо память до конца убить. Надо, чтобы душа окаменела. Это просто получился пихинский. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok